Нетворкинг – выстраивание полезных связей, а связи решают все, особенно в нашей стране. Здравствуйте, я Антон Павленко, сегодня поговорим, как и зачем выстраивать полезные связи для айтишника. Наливайте полезную для вашего организма жидкость и усаживайтесь поудобней, я постарался это видео сделать полезным для всех. И для интровертов? Да, и для интровертов тоже. В современном мире нетворкинг очень важен для достижения успеха в любой айти профессии, и это не зависит от того, джун ты или директор. Почему? Да все просто, без знакомств ты не найдешь хорошего специалиста себе в команду и не узнаешь о самой лучшей должности в твоем регионе. Плюс на высокие должности в компании не берут человека с улицы, да и стратегических клиентов не ищут холодными звонками, да и найти хорошего работника без связи тяжело, да и со связями непросто. Это надо с людьми общаться. Да. Для айтишника-интроверта процесс налаживания контактов – это огромнейшая пытка, но жуткая необходимость. Как пересилить себя, я расскажу чуть позже. А сейчас, где искать контакты? Первое место в вашей жизни, где нужно и важно налаживать контакты – это университет. Можно, конечно, и в школе, но вероятность того, что вы наладите именно профессиональный контакт ничтожно мала. В одном из задушевных разговоров в приятной дружественной компании один мой знакомый сказал, что самая главная польза от университета, который он вынес – это связи. В университете все приблизительно одного возраста и социальное неравенство еще не так видно. Плюс понятно, чем быть полезен друг другу. Ты мне лабу, я тебе лабу. Ты мне конспект, я тебе конспект. А если я не смог, не думал, боялся? Вообще образование – хороший способ нетворкинга. Можно пойти на курсы. Ну туда же пруд кому не лей, потому что войти медом намазано. Ты прав. На курсах для начинающих маловероятно, что вы обрастете полезными связями. Реально полезным для вас будут курсы с уже сформировавшимся IT-сообществом и замотивированными учениками. Где взять такие курсы? Реально сильное сообщество собрал вокруг себя отус онлайн-образование. Здесь не учат основам, а дают углубленные знания. Поэтому тут нет залетных ласточек, которые вчера решили войти в IT, а сегодня вывели свой hello world. В отус учатся только замотивированные специалисты, уверенные джуны и медлы, которые хотят освоить новые навыки и поднять свой уровень в профессии. Чтобы стать студентом курса, необходимо пройти тест по теме и подтвердить уровень знаний. С гуглом под фейковым аккаунтом? С этим все строго. Нужно верифицировать аккаунт. При прохождении теста запускается таймер, а повторно можно пройти только через две недели. И вы не сможете просто оплатить обучение, не проходя вступительного тестирования. А преподают айтишники, которые не реализовали себя в отрасли? Все преподаватели – практикующие эксперты. Многие работают в крупных IT-компаниях. А кроме того, эти люди с любовью к преподаванию, которые с удовольствием делятся знаниями и оставляют подробный фидбэк по домашнему заданию. Обучение в формате живых вебинаров, по ходу которого вы спокойно можете задавать вопросы преподавателю. Да еще и упор делается на практику, проекты и продукты, а не на теорию. Все как вы любите. В конце нужно будет выполнить и защитить проект, который можно добавить в портфолио. При успешном прохождении курса можно получить диплом о повышении квалификации. Компания имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности. Класс! А чему учат? VOTUS более 60 курсов для специалистов из разных направлений – программирование, тестирование, администрирование, информационная безопасность, управление и Data Science. Уже сейчас идет продвинутый курс по Linux, к которому еще можно присоединиться, а 25 февраля стартует курс по DevOps. Ссылки на весь календарь стартующих в феврале курсов в описании. Кстати, Отус активно участвует в развитии сообщества, привлекая компании-партнеров. Проводят с выпускниками карьерные консультации и помогают с резюме. За два года 350 студентов успешно прошли обучение и получили свой джо-офер. И еще онлайн! Не надо соприкасаться с этими людишками! Выбирайте курс, проходите вступительное тестирование, и применяйте промокод ПАВЛЕНКО20 и получите скидку 3000 рублей при оплате полного курса. Внимание! Промо действует до конца февраля. Все ссылки вы найдете в описании. Помимо курсов, вы можете посещать разнообразные чаты, форумы, сообщества, но найти хороший чат и особенно форум очень проблематичны. Вспомните хотя бы лор, в котором так мило и лестно отзывались о моем видео, о типичной проблеме, поэтому когда-то я создал под просьбе подписчиков Linux-чат. И да, сообщество можно организовать вокруг себя. Я когда создал YouTube-канал, познакомился очень хорошими милыми людьми, я подпишусь. Также стоит выбираться в оффлайн, посещать разнообразные митапы и конференции. Я раньше сам не понимал, зачем они нужны, и люди зачем там выступают, а некоторые за это даже платят деньги. А какая выгода, я тоже не понимаю. Вот как раз таки для обрастания профессиональными связями я недавно начал понимать, что это важно и стал посещать мероприятия ростовского IT-сообщества. И с большой долей вероятности я в марте буду выступать на IT-стендапе. Что там делать? Отдыхать в приятной профессиональной среде, слушать спикера, задавать вопросы, в перерывах общаться со своими коллегами, послушать, как решаются знакомые и не очень проблемы, найти потенциального работодателя или умненького работника. Я же интроверт, как к ним подойти, что рассказывать, их же много. В IT-сфере по сравнению с другими нетворкинг немного другое, тут скорее не связь, а союз. В IT-сообществе принято быть максимально открытым и дружелюбным, и помогать другим, делиться как знаниями, так и подсказать хорошего человека. Ведь каждый знает, сегодня ты поможешь, а завтра помогут тебе. Тут же много людей! Интроверт некомфортно чувствует себя среди большой толпы, им проще разговаривать один на один. В книге «Нетворкинг для интровертов» советуют приходить на мероприятия заранее, до основной суеты. Так вы сможете найти какого-нибудь интересного человека и поговорить с ним один на один. «А если я опоздал?» Задержись! Самое интересное может происходить в конце мероприятия, когда основная толпа разбежалась по домам. Тут вы сможете найти ценный контакт и узнать какую-нибудь этакую информацию. «А на самом мероприятии?» Ищите в перерывах между докладами одиноко стоящего человека. Их много. По бэйджу вы можете понять направление его деятельности, а по бегающему взгляду, что он хочет пообщаться, но стесняется. Проявите решительность, подойдите и ненавязчиво спросите что-то. «Эй, красавица, давай познакомимся!» «Нет!» «Девушка! Вашей маме зад не нужен!» «Так тоже не надо!» «Windows! Отстой!» «А вдруг он его боготворит?» «Здравствуйте!» «Я вам не помешаю!» «Могли бы вы рассказать, как вы относитесь к Линуксу?» «Привет!» «Меня зовут Антонио!» «Как вам это мероприятие?» «Так-то лучше!» «Ну я же не люблю навязываться!» «Я сам неохотно подхожу к людям!» «Я не интроверт, но не люблю навязываться!» «Как я делаю?» «Стоит интересный мне собеседник и общается с кем-то!» «Я подхожу на достаточное расстояние, чтобы меня заметили!» «Если возникают паузы и мне есть что добавить, я вставляю свою реплику!» «Так, слово за слово можно обменяться контактами, визитками и т.д.» «Главное, расталкивая всех, не бежать к своему кумиру!» «Как минимум вас посчитают странно!» «Так что, если видишь меня где-то на мероприятии, можешь спокойно подойти!» «Я с тобой с удовольствием пообщаюсь!» «Я все-таки волнуюсь!» «Как не банально это звучит, просто постарайся расслабиться!» «Нетворкинг – это дружественное общение, а не продажа себя!» «Для придания уверенности себе помойся, почисти зубы, одень чистую, опрятную, удобную одежду!» «Смокинг одевать не обязательно!» «И помни, ты всегда с гордо поднятой головой и милой улыбкой можешь спокойно проследовать в туалет и там в кабинке, закрытой от посторонних глаз, немного поплакать!» «Это же надо много говорить, а так не хочется!» «Считается заинтересованность в собеседнике!» «А интроверты – мастера слушать и замечать детали!» «Не обязательно акцентировать внимание на себя!» «Вы можете просто слушать и задавать вопросы, показывая, что вы заинтересованы в этой теме!» «Банальные вопросы!» «Как вы додумались до этой идеи?» «Как вы пришли к этой должности?» «Чего вы добились и так далее!» «Главное – задавать их в тему!» «Я все равно не хочу видеть этих людишек!» «Тогда тебе дорога на профессиональные курсы, например, от моих партнеров!» «Токсичные и нетоксичные чаты, форумы и сообщества в социальных сетях!» «И еще!» «Собирай свои контакты в социальных сетях и проявляй активность, чтобы быть на виду!» «Чтоб тебя не забыли!» «Делай посты на профессиональную тематику!» «Комментируй посты своих коллег и так далее и тому подобное!» «Подписывайтесь на телеграм и ютуб канал и другие социальные сети!» «Все ссылки будут в описании!» «До встречи!»